Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, глава Ва-Ишлах. И вы знаете, на этой недельной главе, как никогда, очень много говорится о смерти. Умирает Ицхак в этой недельной главе, умирает Кормили Царевки, Двора, и потом смерть Рахели, жены Якова, любимой жены Якова. Давайте немножко поговорим вот об этом, с точки зрения наших мудрецов, о таких явлениях, как жизнь и смерть. «Сказал рабе Иуда, крупнейший мудрец, талмудический, что день смерти называется днем Бога. Он возвращает к себе душу. На протяжении какого-то количества лет бытие души проистекает в рамках земного бытия, а затем наступает день, когда земной путь заканчивается. Теперь будет распоряжаться Всевышний, и естественно, поэтому этот день считают днем Бога. В мире веры Вселенная развивается от смерти к жизни. В материальном мире от жизни к смерти родился человек, умер, вот материальный мир. В мире веры совсем наоборот. Вера вводит человека в число тех, на кого распространяется вот это вот, то, что мы называем оживление мертвых. Следует хорошо понять, чем отличается восприятие мира, основанное на вере, от обыденного восприятия, согласно которому мир развивается по естественным законам, повторяя от жизни к смерти. Тора рассказывает, что сотворив человека, Всевышний поместил его в Гады Ден, в сад наслаждения. Сад это место, где растут плодовые деревья. Гады Ден, вот этот рай, это место, где саженцы прорастают и расцветают. Это место роста. Необходимо понять, что вот этот рай находился не в каком-то особом там месте, отделенном от остальной Вселенной. Я не буду в эту тему уходить, она очень сложная. Это вся Вселенная, но в другом измерении. Это не другая реальность. Это та реальность, которую мы воспринимаем, в которой вот живем, а это вот как бы мы просто ее не можем воспринять своими там чувствами. В этой реальности другое восприятие. Это место награды, это место, куда доходят результаты наших добрых дел. Там проявляется такое высокое измерение всех наших дел, совершенных в этом мире. В нашем восприятии, основанном на понятиях вот этого материального мира, жизнь и смерть это явление одного порядка, которые последовательно сменяют одно другим. С одной стороны жизнь, с другой стороны смерть, которая приводит к тому самому существу, который мы называем живым. Но это огромная ошибка, говорят мудрецы. Это смерть никогда не может прийти к живому, так не бывает. Такое восприятие противоречит своему смыслу жизни. Жизнь не может прерваться, она всегда продолжается. Умирают внешние покровы, в которые облачается жизнь. Вторе, что скажено, и было. Вот когда покинула ее душа, она умерла, говорится в нашей недельной главе. На языке наших мудрецов смерть называется исходом души. Сначала жизнь воплощается в некую, ну вот типа тело, безжизненную заготовку, которая оживает. Когда Всевышний создал человека земного праха, он вдул в ноздри его дыхание жизни. Вот оживил. Человек ожил. А когда эту оживляющую силу забирают обратно, то покровы, в которые она прибывает, естественно, умирают. Это называется днем исхода души. Но к самой жизни смерть подступить не может. Жизнь всегда обновляется, как вода из родника. А смерть имеет отношение лишь к тому, что стареет. Каббала говорит, что жизнь понемногу просто оставляет старую, ношенную одежду, в которой она временно пребывала. А когда жизнь окончательно оставляет, вот ей покровы, приходит смерть. Но сама жизнь не умирает. Понимаете, в чем здесь? Это надо думаться в этом. Сказано в Торе, жизнь и смерть я даю тебе. Из этого следует, что смерть это тоже нечто такое, что человеку дают. Они что-то отнимают. Поскольку смерть человека в этом мире, это не уход его из жизни, а переход в истинный мир в другой совершенно. Жизнь и смерть дают тебе. То есть дают одно спасибо, а потом дают другое. Каббала утверждает, что каждая душа обязана выполнить все заповеди. Если ей не хватает одной жизни, душа будет запущена, чтобы приходить детальку какую-то дополнить, в следующий раз придет мир. Сколько там, я не знаю, 70-50 раз она придет, чтобы один раз оказать какую-то помощь, может быть, другому. Представляете, какая ценность любого доброго дела? Возможно, именно этой детали нам не хватало для абсолютного совершенства в будущем мире. Это бриллиант с короны прошлой жизни выпал, его надо прийти сюда через дорогу, я не знаю, кого-то перевезти. Кто-то задумался о том, что такое жизнь. Написали мудрецы, человек должен об этом думать. Это сложнейший процесс. Неужели он, вообще, все эти сложности, громадные миры, созданы для того, чтобы породить существо, которое просто слопает там 30 тонн мяса, 60 тонн огурцов, произойдет навоз, уйдет из мира? Вряд ли это не так. Приход каждого человека в этот мир осмыслен, говорит Каббала. Нет человека на земле, который просто так появился, прогулялся и ушел. Жизнь, как говорят наши мудрецы, жизнь это диалог между человеком и Богом. Все, что с нами происходит, все, что встроено в нашу судьбу, это такие задания, которые монтированы каждому индивидуальному нашу судьбу, лично Всевышним. Все наши испытания, все это сделано для того, чтобы выполнить ту миссию, с которой мы пришли в этот мир. Если мы живы, значит Бог считает, что наше существование на земле имеет какой-то смысл. Вот что является потрясающим. Брахавы от слаха. Работаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин